Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, что такое переломный момент в жизни, что это значит. Переломный момент в жизни ощущается всегда субъективно, то есть это чувствуется всегда именно самим субъектом деятельности, самим человеком. Не имеется прямого отношения к реальности, потому что в реальности может быть ничего не произошло, но для человека что-то изменилось. Переломный момент означает, когда привычные модели поведения не работают для удовлетворения потребностей и для достижения цели. Это можно назвать кризисом, это можно назвать стрессом, это можно назвать состоянием беспомощности, состоянием собственного бессилия, это можно назвать местом уязвимости для человека. То есть это состояние, которое дает человеку почувствовать себя уязвимым, почувствовать себя не способным на... там, скажем, ну, скажем, на какие-то привычные, привычные, опять же, для него, да, действие, вот, то есть, ну, не способность выполнять какие-то задачи, не способность реализовывать какие-то свои, так скажем, цели, вот, не способность достигать и не способность получать то, что человеку хочется, вот, то, чем человек нуждается и так далее, вот. Переломный момент в жизни случается в той или иной степени у всех людей это... так или иначе, нормально, но вот что, справляться и проживать это, вот, получается, далеко не у всех, потому что, ну, кто-то оказывается, вот... к сожалению, к этому не подготовлены и, соответственно, не справляются с этим, возникает стресс, возникают... ну, определенные, скажем так, проблемы, вот, и, соответственно, человек... теряется в каком-то смысле, вот, не знает, что ему делать дальше, вот, значит, ну, как бы чувствуется, ощущается, вот, такая, знаете, как... потеря, ощущается, потеря, вот, ощущается, болезненность, ощущается, вот, ощущается болезненность, довольно-таки... такая, ну, серьезная, я бы сказал, болезненность, болезненность. Переломный момент характеризуется также переосмыслением человеком своих целей, своих, значит, ну, приоритетов, вот... эм... 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 ...переосмыслением своих задач... поскольку... Но довольно часто бывает так, что кризис вызван тем, что человек не замечал того, что его жизнь менялась, да, вот. И, соответственно, здесь начинается флотничка. То есть, по сути дела, можно сказать, что переломный момент – это накопившиеся изменения, которых человек до последнего не хотел замечать. Ну, в силу ряда каких-то причин. Да, то есть причины могут быть разные, но чаще всего люди это делают, потому что боятся, потому что вот у них есть страх, например, там, допустим, страх не справиться, да, страх потерпеть неудачу в каком-то новом для себя опыте. И, соответственно, с этого, порой с этого все начинается. Да, не всегда, да, есть, есть, ну, есть некоторые моменты, да, есть некоторые нюансы, вот, есть, безусловно, индивидуальная история, то есть индивидуальная история – это то, что всегда, вот, ну, так или иначе присутствует. То есть мы должны, мы должны учитывать наличие индивидуальной истории для того, чтобы понимать особенности того, как человек проживает, переживает события, с которыми он сталкивается. Вот. И это, в общем-то, большой вызов. Это вот тоже то, что хотел бы сказать, да, что это серьезный вызов для субъекта. Это, вот, я обычно не люблю использовать такие, ну, категории, такие характеристики, но это проверка, к сожалению. Вот, но это проверка человеком, как мне кажется, самого себя, вот, ну, мне так, по крайней мере, видится, да, что это человек проверяет таким образом самого себя. Таким образом, насколько его цели, насколько его цели для него актуальны, вот. Ааа, действительно ли они, эти цели, еще, ну,, еще важны, вот. Эта история, она такая, эта история, она про ЭПА, вот. Эта история именно про вот то, что, ну, жизнь, она вот распорядилась, получается. Таким образом, вот, что, точнее, даже не жизнь распорядилась здесь, а переломный момент наступает, когда человек не следит за изменениями в себе по сути. Вот, и если этих изменений в себе человек не замечает и ведёт себя, ну, ведёт себя по-прежнему, да, то есть игнорирует какие-то изменения, которые, ну, так или иначе происходят, да, которые, так или иначе, включаются, вот. А то, вот, рано или поздно включается вот этот вот, так называемый, переломный момент, чтобы показать человеку, что он живёт неправильно. Вот. Иногда это бывает довольно, ну, довольно жёстко, довольно жестоко, потому что, ну, потому что это вот происходит. По принципу накопления подобное, вот, т.е. это не происходит, ну, как правило. Это не происходит постепенно, это происходит, точнее, это не происходит сразу, это происходит постепенно. Вот. Вот. Но эта постепенность, она именно вот конкретно по человеку бьёт довольно резко. Ну, в принципе, как и любое такое накопительное, скажем так, явление, которое могло бы возникать, значит, в опыте, в опыте, кого бы то ни было. Как-то, как-то так, как-то так я бы вам ответил с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, вот, и я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы, если у вас случился это переломный момент, проживёте его вы максимально для себя экологично, с наименьшими для себя, опять же, потерями. Вот. Ну, а если вы почувствуете, если вы ощутите, если вы ощутите, что не справляетесь, вот, если вы почувствуете, что не справляетесь, то вам нужно в таком случае выбрать психолога и начать с ним работать, потому что самостоятельно вам будет из подобного состояния выйти. Выйти довольно проблематично, скажем, скажем, скажем так. Вот. Решать этот момент, безусловно, вам, это ваш выбор, вот, но тем не менее. Обратная связь, на которую я вам буду благодарен, которая очень в данном случае поможет, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, то есть сформулировать свой запрос. Если сейчас вы просто пишите свой, так скажем, вопрос и всё, то обратная связь позволит вам как раз таки сформулировать, сформировать базовые постулаты для психотерапии, чтобы вы могли начать индивидуальную работу. Вот. Если, конечно, у вас есть такое желание. Ну а на этом всё. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.